Спасибо за такой теплый прием, я так понимаю, что даже представлять не надо. Вы знаете, на встречу с кем вы пришли. Извините, что мы чуть-чуть на пять минут опоздали, мы грибы собирали. Да, и набрали. Да, зимнего гриба подстыла. Вот. Сергей Александрович ходил, наверное, думал о том, что будет вам говорить. Итак, Сергей Шергунов, писатель, депутат Государственной Думы и наш друг. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли сюда на эту лекцию, на этот разговор. И я надеюсь, что это будет не только некая наукообразная лекция, но это будет заинтересованное общение. И после того, как я расскажу вам о своем любимом писателе Валентине Петровичу Катаеве, мы с вами можем еще и пообщаться. И наверняка возникнут вопросы в связи с тем, что я скажу. И таким образом можно будет уточнить какие-то моменты и развить какие-то мысли. Правильно? Честно говоря, не могу сказать, что я прямо специально готовился к этой лекции, потому что все время написания этой книги я сам с собой разговаривал о Катаеве. И еще до того, как я стал писать эту книгу, тоже постоянно думал о нем, о его судьбе, о его личности. Но все же, выстраивая этот разговор, я бы начал с вопроса, почему Катаев? Почему Катаев забыт или полузабыт? Почему возникла идея написать книгу о Катаеве? И вообще, в чем значение Валентина Катаева для русской литературы и русской истории? Мне кажется, что по яркости стиля это один из сильнейших наших писателей 20 века. Это писатель, вся литература которого – непрерывное приключение красок. Я уж не говорю о его мастерстве и способности закрутить любую сюжетную коллизию, создать произведение так, что оторваться от него невозможно. Но прежде всего, это великолепная эстетика. И если огрублять, то по разные стороны океана было два ученика Ивана Алексеевича Бунина, которые своими вольными траекториями продолжили эстетическую линию наставника. Это Владимир Набоков и Валентин Катаев. И, конечно, обидно и досадно, что очевидный, абсолютный мастер, по крайней мере, мастер языка и стиля, а на мой взгляд, это главное в прозе, оказался как-то вот отодвинут в ту самую тень забвения, может быть, в траву забвения, которая все выше, потому что сорняки варварства становятся все гуще, и череп Катаева утонул в этой траве. Но есть еще одно важное обстоятельство, без которого бессмыслен наш разговор. Это обстоятельство самой судьбы этого человека. Поскольку так получилось, что в советское время практически не выходило о нем книг, а то, что было, это были такие несколько усеченные и житийного толка тексты, довольно лакированные материалы, а с другой стороны, в постсоветское время появилось тоже некоторое количество любительских паспелей или же каких-то таких огрызков из материалов. Не хватало ни разу ни одной нормальной, полноценной, полномасштабной биографии этого писателя. А написать-то всегда было о чем. Потому что человек прожил невероятную, головокружительную, полную приключений и авантюр, остросюжетную жизнь. И вот, наверное, правильно было бы сейчас, вплетая в разговор его литературу, поговорить про эту жизнь. Потому что, когда я взялся за книгу, я подумал, ну как же так? Человек, который прожил вместе с огромным, трагическим и великолепным 20-м веком. Человек от Николая II до Михаила Горбачева, высказавшись о каждом из правителей. Человек, который был приятелем и современником всех ключевых людей литературы, чью фамилию рифмовали и Есенин, и Маяковский. И нам не нужно Адафраев, лишь бы Баля жил Катаев, как писал Сергей Александрович Есенин и Маяковского. Были строки и свой последний вечер Маяковский, кстати говоря, провел в квартире у Катаева. То есть, Катаев это все. Это и Бунин, это и Хлебников, это и Стенин с Маяковским, это и Булгаков, ближайший друг. Это вся советская литература, это поколение шестидесятников, которым он дал дорогу в журнале «Юность». И Катаев это и Деникин, и Троцкий, и Крупская, и Сталин, и Крущев, и все на свете. Все это Валентин Катаев. Но начнем сначала. Он родился в Одессе и происходил из очень интересного рода, из интересных родов. И не скрою, вот когда ты увлекаешься какой-то темой, происходит что-то интересное. То есть, тебе навстречу выпадают любопытные улики. Так получается, что когда ты начинаешь пробираться вглубь материала, то словно бы сама судьба посылает тебе новые и новые факты и иллюстрации. Вот так случилось с его биографией. И я рад возможности представить генеалогию Катаева. Катаевы это старинный духовный род, святки. Причем все восходит совсем в древности, к Андрюшке, мамонтову сыну. Но он не был сыном, конечно, до исторического животного. А это мамонт или мама, это древнехристианский мученик, в честь него его назвали. И там множество интереснейших судеб на севере России, собственно, по всей Вятке. И множество подвижников, настоятелей соборов. Прадед Катаева был знаменитым проповедником. Его дедушка был настоятелем Большого собора. И это было такое героическое духовенство, которое имело свои кресты. Из-за того, что они вдохновляли русских воинов на разные компании, в том числе на севастопольскую компанию. Поддерживали во время войны с танцузами в 12-м году. А есть материнская линия Бачеев. Это воинский род. И его мама была дочерью генерала. Собственно, когда Катаевы перебрались в более теплые места, в Новороссию, и его отец, один из трех братьев, защитил диссертацию, связанную с культурой, историей и обычаями Новороссии. И влиянием византийской традиции на быт Новороссии. Вот они там познакомились. И обвенчали их в полковой церкви. И, соответственно, вот Евгения Ивановна Бачей и Петр Катаев стали мужем и женой. Валя был первым ребенком. Позднее, ну не сильно позднее, родился Женя, второй сын его родителей, его брат, будущим известным писателем Евгений Петров. И вскоре, совсем после рождения Жени, который даже не запомнил маму, она умерла. Она умерла, ее продуло на ветру. И для самого Летина Петровича навсегда, вот месяц март стал черным и мистически-драматическим. Потому что и с ним разные несчастья случались именно тогда. И количество проколов, которые ей делали, пытаясь ее спасти, стало для него тоже роковым числом. И он даже как-то себя винил, потому что она с ним гуляла, выходила и продрогала тогда на ветру. В общем, вновь на привлечь воспаление легких ее не стало. И это, конечно, отложило большой отпечаток на их семью. Отец был преподавателем, учителем. Вот остались маленькие сиротки. Вале было лет 8 или 9, когда мама не стала. Женя был совсем маленький. И сестра Евгения Ивановна Бачей согласилась пожертвовать своей жизнью и поселилась у них. И стала вести их хозяйство. При этом, в общем, отец Катаева, он был таким, что называется, священником к миру. И он больше никогда не женился и вел такой аскетический образ жизни. И вот были у него такие спадающие волосы семинариста. И он постоянно творил молитву. И в углу была ветка Палестины. И это определило во многом настроение Вали. Потому что начинает он с таких православно-монархических стихов. И именно с такими взглядами, иногда даже с радикальным перехлестом, он выступает в прессе. Собственно, Катаев начал печататься с измойства. Буквально в 11-12 лет возникли его первые публикации. Причем его интересовали как общественные бури, так и, безусловно, он уже сформировался как литератор, но буквально ребенком. Да, возможно, это были где-то наивные опыты, но в одесской печати, а потом уже и в петербургских журналах, появляются его первые стихи, первые достаточно занятные рассказы. Я здесь подробно на этом останавливаюсь. И более того, очень интересно было, сидя в архивах, докапываться, что автор Таольного текста – это именно Вали Катая. Например, в одной из статей, подписанной его инициалами, вал.к, он обращает внимание на негодное преподавание литературы в гимназии. По его мнению, слишком много фрондирующих и мятежных писателей включено в программу по литературе, в частности, Максим Горький. И вообще, как можно такое допускать, и куда движется государство. Он написал еще несколько таких занимательных историй. И даже когда читаешь, например, один из его рассказов, когда он был лет 12 написан, «Ощущение, что это такой будущий Остап Бендер, один из героев, который приезжает в Петербург, начинает, втирается в свет, начинает общаться с разными персонажами, приходит Куприну, который в юном Вале изображен остро-сатирически, как такой крайне пьющий человек, уже с опухшим лицом, из которого, значит, авантюрист начинает тянуть деньги и так далее. Занятные рассказы, но очень сильная, конечно, религиозная линия там и тут. Стихи о Пасхе, рассказы о влюбленности в девочку, гимназистку, а ведь если Пасха, то надо похристосоваться. Что же, мы прям целоваться будем? Да, вот, надо. И надо сказать, что многие мотивы и чувства, и переживания в дальнейшем присутствовали во всей его прозе. Человек, проживший без малого 90 лет, снова и снова возвращался к себе, и особенно возвращался к своему детству. Вообще, вот этот мотив утраченного рая или надвигающейся грозы, когда потрясения приближались со скоростью поезда, этот мотив будет присутствовать во всей его прозе. Надо сказать, что учился он плохо и проходил постоянно переэкзаменовки. И в конечном итоге, ну, здесь надо сделать маленькое отступление, сказать, как он пришел в литературу. Потому что это было накануне Первой мировой войны, когда в Одессе летом отдыхал Иван Алексеевич Бунин. Но до этого возник кружок молодых поэтов, и они, не получая ничего, ими пользовался как такими артистами довольно предприимчивый журналист Пильский, впоследствии эмигрировавший во время гражданской войны. Они, тем не менее, выступали. Ездили по всей Одессе, выступали в разных кафе, читали свои стихи, и там возникла эта дружба. Там появился маленький Олеша, прекрасный футболист, которого Кота впервые увидел именно в качестве забивающего гол. Там возник Багритский, да, он же Тюбин. Там же возник поэт Фиолетов, но это вот такие поэтические псевдонимы Фиолетовый, Багровый. И некоторые из появившихся тогда очень ярких, талантливых поэтов, например, тот, кто присутствует в алмазном венце, как эскез, к сожалению, не состоялись, потом уже не реализовались в литературе. А некоторые остались в ней навсегда. И тогда же Валя пришел к одесскому поэту Федорову, ныне во многом забытому. Он был и поэт, и романист. И в своем романе еще в 2013 году предсказал крушение Российской империи. И даже гибель царской семьи, которая представлена как семья помещика Ивагина. И вот Александр Трофанович Федоров его стал как-то наставлять в поэзии, потому что Валя был приятелем, гимназическим товарищем сына этого поэта. И, собственно, вот его друг Федоров-младший становится тоже каким-то таким таинственным альтер-эго Валентина Петровича Катаева, потому что впоследствии он тоже загремит в Одесскую ЧК, тоже будет находиться под угрозой расстрела. И на самом деле в моей самой любимой, на мой взгляд, сильнейшей вещи Катаева уже написан вертор. Происходит слияние вот этого Федорова и самого Катаева. Но Федоров-старший в какой-то момент сказал Вале, «Ты знаешь, вообще все это чепуха, и то, что я пишу, а есть Бунин?» Он сказал, что Катаев толком ничего и не знал о Бунине. Но произошло знакомство, потому что Иван Алексеевич останавливался на даче у Федорова в Люсдорфе. И, соответственно, в какой-то момент пришел Валя, достаточно дерзко, как вспоминал сам Бунин, и это есть в Градском дневнике его возлюбленной Кузнецовой. Пришел дерзко, протянул тетрадь, сказал, «Я поэт, хочу услышать ваше мнение». И они начали общаться. И что-то Бунин почти все отверг, перечеркнул. Но здесь произошло некоторое откровение для самого Катаева. Он увидел, что в будничном, прозаичном, казалось бы, самым неприхотливым и непритязательным может содержаться высокая поэзия. И Бунинские советы «Опишите девочку», «Опишите воробья», «Опишите собаку» стали для него важнейшими на всю жизнь. Собственно, вот эта эстетика детали стала ключевой для его прозы. И Бунин даже взял и, перечеркнув четверостишек Катаевское, написал по-своему про кувшин, про цветы и чью-то шляпу на мольберте. Катаев ходил, показывал гимназическим товарищам. Он был необыкновенно горд этим обстоятельствам. А потом случилась Первая мировая война. И август 14-го, и Бунин уезжает из Одессы в связи с приближением к действиям и так далее, тревога. В какое-то время Баля еще учится, помогает гимназистам собирать помощь для бойцов. И зимой 15-го года, насколько я помню, он уходит охотником, как тогда выражались. Охотник – это значит доброволец на фронт. Ну, с чем это было связано? С одной стороны, конечно, с тем, что проваливал экзамены и плохо учился. А с другой стороны, и он сам часто это вспоминал, это был такой большой порыв. Большой патриотический порыв. Он пришел, попросил его записать и отправился в Белоруссию под Сморгольм, где, собственно, я принял присягу. И там, как известно, на протяжении очень долгого времени шли тяжелые позиционные бои. И оттуда Катаев присылал очень много интересных рассказов, стихов. Писал письма генеральской дочери Ирэн Олексинской. Это тоже очень интересный сюжет. У меня здесь есть отдельная глава, которая идет, в принципе, в начале книги. Почти в начале. Называется «Девочки Катаева». Потому что он был очень влюбчив. И вот этот поиск любви, ожидание любви, написание стихов в девичьи альбомы, все это было с самого детства. И возникла вот этот романтический образ генеральской дочери Ирэн, которой он постоянно отправлял стихи, письма. Появляются его рассказы, в том числе в петербургских журналах. Строчит, как швейная машинка, пулемет. И образ савана погребального, который в итоге возникает из этого. И ужас, и отвращение, и мерзость войны, и гибель товарищей, и простая окопная жизнь, когда он общается с самыми простыми ребятами, делит с ними их быт, обучает их грамоте, читает им Анну Каренину, которую большинство солдат, эту героиню окрестили непечатным словом, и строго осудили. И одновременно с этим, конечно, героическое чувство, понимание того, что он служит своему отечеству, и он находится здесь, среди этих берез, где в свое время армия Кутузова гнала и добивала французское войско. Вот под Сморгонью русская армия пережила несколько газовых атак, когда было много погибших, именно тогда Валентин Петрович, спасая своих солдат и своих ближних, был отравлен газами, и, в общем, находился на грани гибели. Ему вкатили несколько правильных спасительных уколов, и, тем не менее, навсегда, после этого газового отравления, его голос приобрел характерную хрипотцу. И потом был лазарет, он приходил в себя. Удивительно, что в то же самое время, в том же самом месте под Сморгонью находился штабс-капитан Михаил Михайлович Зощенко, который тоже там же был отравлен газами и получил болезнь сердца. Ну, а тогда они не познакомились. Они познакомятся впоследствии. И вот эта дружба, большая, на самом деле, дружба между Катаевым и Зощенко, тоже важнейший и интереснейший сюжет в русской литературе. Дружба, которая, конечно, проходила испытания тяжелым временем, когда, может быть, будет время об этом сказать, когда Катаев в какой-то момент выступал против своего друга и потом каялся и всячески старался загладить этот проступок. Но, тем не менее, в отличие от огромного количества других, в том числе очень ярких и одаренных литераторов, на самом деле человек всегда очень остро переживал по поводу своих отношений с собственной совестью. Совесть в нем всегда жила. Но продолжим. Надо сказать, что дальше Катаев был ранен. Здесь можно, на самом деле, достаточно быстро пробежаться. Он был ранен уже в 1917 году во время известного Керенского наступления, потому что его перебросили из этих самых белорусских лесов на Карпаты, в Румынию. Там, конечно, была страшная дробилка людей. И вообще, те военные впечатления, которые он усвоил тогда, в лучшем совсем молодым, изменили его серьезно. Как он говорил, вот его вера крестнула именно там, во время войны. Когда он увидел это массовое заклание людей, там увидел, как буднично и непринужденно приходит гибель, как только что стоявший верно с тобой человек, превращается в бездыханное тело. И вот эта страшная игра смерти с людьми, это то, что осталось с ним, и то, что он вспоминал уже глубоким старцем, когда он написал свой юношеский роман уже в конце 80-х годов. Роман, состоящий частично из его писем к Ирэн, а частично просто из воспоминаний. И он говорил, что даже под старцем переживает и морщится. Так неприятно вспоминать все то, что он видел. Весь этот ужас и кошмар войны. Но надо сказать, что за героические поступки он получил саблю с анинским темляком и личное дворянство, которое не передавалось по наследству. Еще он писал про кресты бергерские. Этого я в архивах не обнаружил, но надо сказать, что тогда уже началась сумятица и сама по себе вот сам анинский темлюк был выше даже, чем Георгий. Поэтому в его храбрости сомневаться не приходится. Сражался отважно и умел сочетать литературу и своего рода репортажи того времени. Некоторые, кстати, были запрещены цензурой временного правительства. И собственно доблестное офицерское дело. А потом все начало крошиться, рушиться, гибнуть. И он вернулся в Одессу и грустил в кафе и отправил Ирен большой мокрый букет цветов. И после он пробирался с трудом и его чуть не расстреляли, потому что был знаменитый приказ номер один и офицеры уравнивались с солдатами и офицеров убивали и генерал Олексинский сам чудом избежал нападения, его хотели растерзать. Это было еще до октября, это уже была реальность. И сложно было, конечно, и в той же Одессе, потому что тоже временное правительство уже начало переговоры с так называемыми украинскими властями и все это стало приходить в Одессу. В Одессе власть менялась бесчисленное количество раз. Вот это реальность гражданской войны. И это то, с чем столкнулся Валентин Катайев. Новые и новые власти, так называемые рунчерот, это власть матросов, с другой стороны украинская директория, пришедшие австрияки и немцы, которые поддержали гетмана Скоропадского и соответственно так называемая державная варта, это ну вот что-то вроде такой полуармии и полуполиции, которая поддерживала там порядок. Но с другой стороны это время, когда Одесса по выражению Катаева была глазом тайфуна, то есть вокруг страна уже заповыхала, а там удивительным образом было спокойно. Там было спокойно и туда начали сдержаться люди искусства и не только со всей страны. Приехал обсяник Кульковский, знаменитый историк, приехал множество государственных деятелей, приехал Иван Алексеевич Бунин вместе с Верой Муромцевой, там же оказался и Алексей Толстой, туда же приехал Максимилиан Волошин и в общем это было время относительного благополучия, когда они выпускали свои газеты, журналы, встречались в прыжках, пили очень много вина и с ужасом и содроганием следили за тем, что же происходит вокруг. Власть менялась, потому что после Гетмана-Скарападского пришли такие граждане, как Вениченко, Петлюра и это было уже пожёстче. Собственно, как вы понимаете, немцы ушли, пришли французы, пришли англичане, и Валентин Катаев некоторое время пробыл белым в тех обстоятельствах, и это было связано и с его желанием, и с настроением его среды, и он сразу же оставил интереснейшие литературные заметки по этому поводу, которые он издавал и дальше, и в советское время, то ли не боясь, то ли наоборот, предвосхищая возможные укоры и обвинения, но открыто рассказывал о том, как всё было, и, собственно говоря, то, что речь идёт о нём самон, то, что это рассказ от первого лица, всё это было абсолютно прозрачно. Ну вот, и белые, как подержались там недолго, так и схлынули, потому что ворвались красные, пришли разного рода отряды, и жизнь самого Бунина оказалась на волоске. Но интересно, что он получил ярлык на пребывание там от самого Луначарского, и, соответственно, его не трогали. А Катаев оказался между двух огней. Обо всём этом я подробно пишу, ссылаясь на воспоминания, на дневники. Как раз именно тогда, не дожидаясь никаких событий, отплыл в сторону Константинополя Алексей Николаевич Толстой, Бунин оставался, и, собственно, вот его окаянные дни в значительной степени связаны с тогдашими событиями. И молодые ребята, то есть и Катаев, и Багриски, и Олеша, ну, не то, чтобы они перекрасились, с моей стороны нет ни осуждения, ни стремления лакировать те реалии, их оправдывать. Но они во многом, конечно, спасали себя, а во многом им было интересно это новое время. И начались известные литературные собрания, где происходило противостояние, где Бунин, еще не старый, но казавшийся им грозным, суровым стариком, стучал своей палкой, обличал их, как сволочей и мерзавцев. И разговор шел о том, еще недавно, значит, Валя носил эти погоны, только что их сорвал, а за погоной могли коцнуть прямо там. И он разрывался между двух огней, он выступал на этих собраниях за левую идею, и они были увлечены всем этим. А с другой стороны, Волошин, человек и поколенческие, и по среде, более близких к Бунину, Бунину и Мурмцевой, скорее прощался. То есть, если они распекали молодежь, то Волошин, который пытался уживаться со всеми и готовил программу праздничную первого мая в Одессе, он как бы воспринимался Бунину снисходительно. Но, на самом деле, несмотря на что и на ту опасность, которая нависала над Иваном Алексеевичем, Катаев не сдал своего учителя, он оставался с ним, он приходил к нему, он вспоминал барышню, которая погрозила маузером с улицы, и, собственно, мне кажется, что, как всегда, так и тогда, его прежде всего увлекала литература. Вообще, вот чем интересен Катаев, то, что он состоялся бы как художник слова, как мастер рисования словами при любом режиме, при любых властях. Потому что, на самом деле, была такая занятная игра, глядя на некоторых советских писателей, даже на большое их количество, думать, кем бы они стали, не случись революция. Кто-то работал бы в лавке, кто-то, может быть, был бы успешен в экономических делах, кто-то остался бы простым рабочим парнем. Но, вот что касается Валентина Петровича Катаева, он родился уже писателем, то есть был художником, слово, прирожденным, и писателем бы оставался. Собственно, красные его мобилизовали, и он видел боевые действия, видел луганского слесаря. И... Выпало. Вдруг... Варшилов, конечно, да. И встретился с Троцким в его бронепоезде. Собственно, вот эти интересные воспоминания о встрече с Троцким, они тоже, конечно, так или иначе впоследствии вымаривались в изданиях. Троцкий путешествовал в бронепоезде вместе с Демьяном Бедным и, значит, каленым железом мобилизовывал армию. Приводил его в порядок. Но под Лозовой Катаев стал свидетелем знаменитого трапа, когда это был новый успех Белой Армии, когда она начала стремительно двигаться вперед. Это описано подробно в мемуарах того же Туркула, генерала, в его книге «Дроздовцы в огне». В общем, дроздовцы наступали и Катаев бежал со всеми. Этот ужас, этот ужас бедства навсегда запечатлелся в его памяти. Он познакомился с Короленко тогда же. И, собственно, вот непонятный некий период, когда не очень ясно, где находился Катаев, но, тем не менее, в общем, вот он был участником этого бедства. А потом случилась неожиданность, потому что белые вернулись и произошел невероятный белый десант в Одессу. И они выстелились достаточно авантюрно и взяли город. Вообще, интересно потом отслеживать судьбы тех, в том числе красных, которые были вынуждены отступить, большинство из них расстрелянных в 1937 году, наблюдать судьбы тех белобардейских офицеров, которые были во главе этого десанта. Так или иначе, Валя оказался в новых для себя обстоятельствах, когда, по всей видимости, хлопоты Ивана Алексеевича Бунина служили для него важную службу. И через некоторое время, и так бывало, после проверки, и, скорее всего, это была недолгая проверка в Белый пункт разведки, о чем он несколько раз обмолвился. Его, до этого, как вы понимаете, Белого и Красного снова взяли в Белый. И он отправился на бронепоезд Новороссия, и там доблестно косил Петлюровцев. И со станции Вопнярка он прислал красовечивое письмо Ивану Алексеевичу Бунину, что действует твердо, вы должны мне верить, что успех у нас весьма неплохой и так далее. Но на самом деле это была тоска. Это была тоска и грусть, и по этому поводу возникают его такие психопелические стихи, связанные с тоской, со льдом, со снегом, со смертью. Что мне белое, синее, красное и что о этом знамени, которое развивается. И это тоска о любви. Потому что на самом деле кроме Ирана Олексинской была его настоящая любовь, которую он даже не смел сознаться в любви и всегда молчал в его присутствии. это Зоя Карбул, которая, как считалось, происходила даже из древнего римского рода. Такая вот чудесная и при этом совсем невыразительная простенькая девушка, которой был ухажер, спортсмен, которая вместе с ним уплыла в сторону Константинополя, которая под именем Ганзи Троян присутствовала в его прозе, маленькая римлянка-изгнальница, и которую он, как ни странно, любил всю жизнь и думал о том, что и он мог бы быть тем бывшим с ней, и которую он разыскал уже в 60-е годы в Америке, которая прожила, как и он, огромную жизнь и умерла, как и он, в 86-м году, из которой он общался и переписывался и писал ей уже перед смертью, разве у вас нет потребности написать мне? Вот, но это так, отступление, а суть состоит в том, что Тиф косил ряды белой и красной армии похлеще, чем любой свинец. Его скосил Тиф. И возникла станция жмеринка моих сыпно-тифозных кошмаров, как он писал. И был лазарет, и как впоследствии уже в Париже ему рассказала Муромцева, мы так хотели вас навестить, но вы же знаете страхи, Иван Алексеевич, он так боялся заразиться, мы так молились за вас, и когда началась эвакуация, последняя эвакуация из Одессы, и сопровождавшаяся, как всегда, паникой, расстрелами, захваченными в плен генералами, невозможностью всем поместиться на эти корабли, и страхом Буниных заразиться, они даже ютились на одной полке, потому что вот эти пши, этот Тиф, так далее. Так вот, в это время Великой Петрович Картаев находился в беспамятстве, молодой белый офицер с правильства Новороссии находился в бреду, и им умнился некий приходящий к нему англичанин, который должен спасти, собственно говоря, жанр приветствия к англичанам был опробован им в то время, и надежда на то, что какой-то будет наведен порядок в городе, где прежде всего, конечно, постоянно при смене властей возникало безумное безвластие, где действовали банды, где стреляли, раздевали, и вот пришли красные, пришли красные, и через несколько месяцев Валю успели забрать из лазарета его родные, и надо сказать, что, например, я изучил подробно судьбы его двоюродных братьев и сестер, его двоюродные брат был расстрелян в то же время, и надо сказать, что отец и Женя забрали Валю, долечиваться домой, он вышел на улицы, чувствуя себя вот среди этого опустевшего города, где еще недавно вышагивали чернолицые, белозубые синегальцы, греки, британские, французские матросы, чувствуя себя запертом в комнату, где непонятно, а как же раздобыть ключ, потому что ключа нет, его утопили в море, вот он ходил, загнанный, и через несколько месяцев его арестовали, его арестовали, и отправился он в Одессе в Одессе ключа. Тогда же был арестован его брат, еще гимназист Женя, который в связи с арестом поменял год рождения, чтобы казаться моложе. Поэтому до сих пор есть разночтение, то ли в третьем, то ли в втором году родился Евгений Катаев, он же Петров. Ну, его арестовали, но вот здесь как раз его спасло то, что он докрасно драл глотку на поэтических собраниях, потому что его опознали. И, собственно, по этому поводу тоже очень много есть интереснейших и воспоминаний, и архивных материалов, связанных с тем, как все это происходило. И, собственно, дело Федорова, Вити Федорова, вот этого сына писателя, тоже здесь рядом, потому что Вите точно так же удалось спастись. Но Витю спас Котовский, понимаете? А Валю Катаеву, по всей видимости, спас журналист и чекист Яков Бельский, которому он был очень благодарен, и которого впоследствии, конечно, расстреляли. И это было чудо, потому что очень многих из тех, кого он запомнил на всю жизнь, в том числе вот польская семья Генгажановских, так даже расстреляли. И он всю жизнь оставался однажды расстрелянным. Вот это ощущение несбывшейся казни, как в экстенциальном рассказе Жанна Поля с автора «Стена» он пронес всю свою жизнь. Всегда было это ощущение, что вот сейчас должны его окликнуть, вывести, он разденется, его расстреляют возле цветущих петуний во дворе, в гараже, где звучат моторы, которые заглушают эти выстрелы. И все это даже безоценочно. По большому счету, все расстреливали друг друга, но, тем не менее, речь идет о том, а за что его взяли, это тоже непонятно. Потому что есть история с тем, что был заговор Букта по-белогвардейски на маяке, но если посмотреть документы тогдашнего времени, а ведь действительно были и заговорческие организации, и Василий Витальевич Шульгин оставался подпольно в Одессе, у него была подпольная белогвардейская монархическая организация под названием Азбука, и действительно шла война с Польшей, и поляки то занимали уже Киев, то откатывались до самой Варшавы, и, конечно, что там будет, и был Врангель в Крыму, и была идея врангельского десанта в Крым, поэтому, конечно, было немало людей, которые действительно готовили диверсии, но тем не менее, что касается самого Валентина Катаева, я думаю, что он был арестован прежде всего просто как белый офицер, и его брат Женя просто как брат. Вот, по всей видимости, так все это обстояло, и такие судьбы тоже были, и людей только за это могли взять и лишить жизни, в том числе потому, что требовалась регистрация, это сложная история, нужно было зарегистрироваться, а если зарегистрировался, то, соответственно, подаешь лапой, а если не зарегистрировался, то тем более. И вот большой вопрос, регистрировался он или нет. Кстати, говоря, тогда же в Одессе он заключил краткий брак с местной девушкой Людмилой, о чем не знали его потомки, и его дети впервые услышали об этом от меня. Это был брак недолгий, потом они развелись, но есть даже информация, такая она осталась у одесских архивариусов и краеведов, что она отравилась, не перенеся разлуку, и как-то вот так. Но вообще тема зловещей чекистки, которая подводит героя под провокацию, эта тема стала потом ключевой для прозы Катаева, и из его переживаний в заключении родились не только очень простые, удивительные, такие просвечивающие стихи, но и знаменитая повесть «Отец», которую читал в эмиграции Бунин, и говорил и своей жене, и Кузнецовой, что, ну, конечно, он это пережил, конечно, с ним это было, он это испытал. И когда я всю жизнь возвращался к этой теме, контрабандно, в самые разные времена, возвращая собственный образ и историю белого офицера, обреченного на расстрел, в самые разные произведения, в том числе там и в 30-е годы, это любопытный мотив, и эта тема его не допускала. А что касается Вити Федорова, то там действительно возможно речь шла о заговоре на маяке, просто Котовский был очень сильно благодарен его отцу, Федорову-старшему, потому что Котовского укрывали на этой даче, Котовского гримировали, он отпускал, ему накладывали бороду, вернее так, накладывали румяна, и в свое время Федоров-старший написал воззвание, обращенное к царю, чтобы Котовского помиловали, чтобы ни в коем случае не было смертной казни, что он хороший благородный человек и так далее, и вообще интеллигенция, как известно, у нас всегда носила на руках революционеров. Ну, соответственно, вот Котовский дал свободу Вити Федорову, который уплыл в конечном итоге за границу, так же, как уплыл его отец, но потом вернулся в Румынию во время ее оккупации румынами, то есть не в Румынию, а в Одессу во время оккупации румынами, и уже закончил свои дни в начале 50-х в советском лагере, о чем есть воспоминания. Интересно, что он со своим другом детства встретился именно там, Сергеем Бондарином, уже советским журналистом, они очень много общались, об этом есть тоже воспоминания, это тоже есть у Катаева. А жена писателя Федорова, такая замечательная хозяйка, устраившая званные обеды с золотистыми вкусными пирожками, к сожалению, была расстреляна в 1937 году и как было написано в том числе за связь с контрреволюционным писателем Луниным, то есть имелся Лунин, но тем не менее до этого Федорфе у него все 20-е годы и начало 30-х останавливались писатели, это все тоже интересная линия. А Катаев, ну что, вот он освободился и сразу же ринулся в кружок друзей, они начали зарабатывать деньги как журналисты, сочинять стихи, в том числе работать в гидпропе, ну просто вот было такое выживание и он, и Олеша, и Ильф, и многие другие, и Багрицкий, дальше он ринулся в Харьков, в Харькове он впервые увидел Маяковского на концерте, хотя вообще считается, что еще в 14-м году, когда была гастроль футуристов, он тоже их наблюдал, но тогда отнесся к этому крайне отрицательно и скептически, вообще Катаев, будучи писателем-модернистом с самого начала, мастером метафор, любителем раскрепощенной, ассоциативной прозы, тем не менее, в общем, имел большую любовь и к русской классической традиции. И в этом смысле даже вот крестьянские русские поэты были для него важны, и русский реализм как таковой, конечно же, был его почвой, на которой он и вырос. Ну, был Харьков, там же в Харькове он заключил пари с Надеждой Япулиной Мандельштам, кто раньше покорил Москву. В Харькове они жили вместе с Олешей в одном номере, ужасно голодали, в какой-то момент не получив паёк, они просто решили, что пришло время умирать и легли на высыхающие травы. Но вы знаете, что это было время огромного голода в стране. Но до этого, до этого, надо сказать, что он ездил по деревням в качестве сельского такого корреспондента, налаживал сеть журналистскую, и там же он познакомился во время одной из поездок с одним очень интересным священником, которого практически у него на глазах убила банда Батьки Заболотного. И это так или иначе присутствует в прозе Катаева, но каждый раз можно подумать, что всё неправда. И часто Катаеву прикали, на самом деле почти всё правда. Конечно, Катаев где-то неверный рассказчик и достоверность, и художественно перемешанный, как соль и сахар. Но всё-таки если он о чём-то пишет, всегда можно знать, что нечто подобное и было. Действительно, там отец Василий Островерхов интереснейший персонаж, который переживал, что он так и не стал епископом, с огромными амбициями, которые начиналось в Союзе Русского Народа, то есть таким вот пламенным черносотенцем. Кстати, и Валя Катаев начинал с приветствия Союза Русского Народа в своих стихах. Но тут своих не познаши. А этот священник героически участвовал во фронте, в войне, ходил вместе с солдатами в атаку, был ими любим, но когда всё начало крошиться и всё было сокрушено, он уже в солдатском комитете стал проповедником, а потом стал таким, что называется, красным попом и стал обличать церковь за то, что она слишком заносчива, надо быть ближе к людям и стал ездить по деревням, по волостям и собственно, вот была одна из его таких проповедей, безумных, несколько и горделивых, когда он стал распекать местного сельского батюшку, называя его чревоугодником, винопийцей и прелюбодеем, из-за чего, конечно, заметалась бедная матушка, и насупились мужики, которые все так или иначе подпольно были связаны с этими бандами, потому что выступали против того, чтобы у них изымали зерно, и в ту же ночь батюшку решили, а юный Валер Катаев сумел сбежать, тогда тоже чудом избежал смерти, ему постучал местный учитель в стекло, он выбрался из окна, бежал, но его поймало на в поле банда Заболотного, удостоверившись, как ни странно, а может быть, полуграмотно поняв его бумагу, что он послан для того, чтобы устроить всякие несправедливости, они, пальнув ему над головой, отпустили его, и он несколько суток вот в степях промерзлых шатался. интересный сюжет, но это был Духарьков, и вот наконец Москва, и он решил завоевать Москву. 23-й год, штурм столицы, он приезжает сюда, а надо сказать, что несколько покровительствовавших ему людей, некоторые не так известные уже сейчас, например, такой партийный деятель, как Ингулов, они перебрались в Москву, работали уже в Прубской, тогда возник только-только журнал, это была еще прелюдия известного журнала, но он тоже назывался Новый мир, и им занимался писатель Серафимович, а Катаев был классический покучик, он был далек по большому счету от всех этих новых вихрей, он грустил, что ему не удалось уплыть, но он был счастлив, что выпутался из тяжелейших обстоятельств, что его не расстреляли, и он был такой русский, советский американец, с желанием прорваться, пробиться, писать прозу, его проза тогдашнего времени в основном это такая белогвардейская литература, это переживание офицера, который оказался в городе, это проза о любви, это проза очень в каком бунинском ключе, и ему подфартило, в общем, потому что, во-первых, он сразу начал печататься, и у него стал снимать квартиру, знаменитую, в Мыльниковом переулке, которая стала штабом для всей южно-русской литературы, вообще все приезжавшие в Москву, они сначала оседали там, и надо сказать, что тогда же они вызвали Анну Сергеевну Коваленко, художницу в Москву, и она стала его второй женой, об этом тоже мало кто знает, и его дети толком об этом не знали, но это интереснейший сюжет, о котором я хотел бы сказать даже отдельно, и тогда же был такой журнал под названием такая газета, но с литературным приложением в виде практически журнала, которое называлось «Накануне», это советско-берлинское издание, Алексей Толстой, Михаил Булгаков, Валя Катаев, в общем, такие ключевые авторы, Роман Гуль, много-много иммигрантских авторов, и Катаев нашел себя там, безусловно, потому что он мог писать свободно, неидеологизировано, он писал свои рассказы, его очень полюбили в эмиграции, и это издание существовало в нефманских реалиях, причем был интересный диспут между Сталином и Троцким, Троцкий предлагал заидеологизировать и несколько закрутить гайки накануне, а Сталин, наоборот, считал, что нужно выбрать в данном случае более либеральную политику, это вот 20-е годы, и, собственно, возвращение Алексея Толстого тоже было связано, конечно, с этим изданием, и возник такой кружок, как выражались с Толстой Булгаков неореалистов, они поначалу очень тесно общались, и благодаря Толстому вышла первая книжка рассказов Катаева с Генри Черт, а это уже важно, конечно, когда возникла первая книга, но надо сказать, что вот эта история по поводу Анна Сергеевна Коваленко мне представляется достаточно любопытной. И там, вдалеке у фонтана, где дышится всем так легко, впервые увидела вас Анна Сергеевна Коваленко. Он ее увидел, встретил, заинтересовался и потом стал присылать ей письма. Они, казалось бы, почти ничего не было, но даже на этой обложке есть несколько акварелей Валентина Катаева. Она рисовала, у нее тоже очень интересная семья, пережившая трагические события, но она перебралась и они потом достаточно быстро взяли в качестве дочери, удочерили племянницу Анны Сергеевны, которая осиротела. И эта племянница здравствует по сию пору. Я сказал, что когда ты увлеченно и страстно исследуешь какую-то тему, то тебе навстречу сразу попадаются важные и нужные улики. И вот такая живая улика, это прекрасная леди 90 лет, которая затягиваясь сигаретой, поблескивая перстнем, подаренным когда-то Валей, рассказывала о нем, о ногах Маякопского, вокруг которых она избивалась, о Непанской Москве, о Страстном бульваре и верблюде, который там стоял. И о том, как верблюд с головы для ног обливал Валю, и потом в этой липкой верблюжьей слюне он бежал по бульвару и отмывался дома, а потом она сидела у него на коленях у камина, он разбирал часики, какие-то лишние детальки выкидывал в огонь, а потом художница Коваленко никак ему не могла понять, что же такое носила часовщику. И это была первая квартира сначала мыльников Киреулок, и там оказался, например, Хлебников, и жил какое-то время у Катаева. И вот тоже странная история, которая касается, так сказать, справедливости, несправедливости и времени. Одна из деталей того времени. Вот Мандельштам берет за руку Хлебникова, Хлебникова полубезумного, беззубого, которому негде жить, который вот у него вышло только сейчас стихотворение в известных «Эх, молодчики, кубчики», который пишет свои странные тексты, он ведет его к Бердяеву. Николаю Бердяеву, который в тот момент занимается распределением жилья для литераторов и вообще может как-то помочь и спасти. И Бердяев их посылает куда подальше. И в итоге Хлебников уходит из Москвы и умирает здоровье. И если бы Бердяев спустя кратчайшее время не уплыл бы на философском пароходе, как знать, как бы все это сказалось на его, так сказать, публичной репутации. Можно было бы говорить о советском сатраке Бердяеве, который загубил поэта Хлебникова. Но вот видите, это все зависит от ракурса и от взгляда на историю. Случилось вот так, как случилось. И огромное количество литераторов в те же Мечевоке и Маяковский, который приходит катаеву сначала на эту квартиру в Мыльников, переулок, и Женя Петров, и многие другие. Вы знаете, я бы хотел выделить какой еще важный аспект. Конечно, Катаев это человек, который во многом сконструировал русскую советскую литературу. То есть он привлек огромное количество людей в Москву, что называется дал им путевку в жизнь, дал им живительного пинка, мотивировал их заниматься творчеством. Это реальный факт. И не было бы, конечно, ни дуэта Ильф Петров без Катаева. Сам Женя Петров не стал бы писателем без насилия со стороны брата, который сказал в конце он хочет сидеть у меня на шее, все так же. Сядь, напиши рассказ, что тот жав зубы написал. И это не байка, потому что благодаря этой прекрасной леди Коваленко, Людмиле Сергеевне, я получил уникальные письма. Письма Петрова, Зощенко, Олеши, Мандельштама, которые нигде никогда не публиковались. И вот в этой книге есть не только уникальные фотографии и картины, но также эти тексты, эти письма, что мне кажется крайне важным. Частично они инкрустированы просто в ткань повествования. Некоторые, например, там письмо мамы Олеши, своему сыну из Польши, они просто в качестве приложения. И это все вот такие иллюстрации времени. Ну вот, была газета Будок, как вы знаете, где все они подвязались и Вулгаков, и Олеша, писавшие под псевдонимус Зубила, и дико популярные, и сам Катаев. И это тоже стало предстанищем огромного количества литераторов. Была драматургия, как вы знаете, и МХАТ, хотя, конечно, тот же Маяковский все это не жаловал. была разноголосица, были разные странные отношения. Но до того, например, вот еще одна история, потому что рассказывать можно бесконечно, а уж тем более, если бы я вам что-то сейчас зачитал бы и привел бы какие-то интересные цитаты, но надо сказать, что отдельная история это Леля Булгакова. это история навсегда рассорившая Валентина Петровича и Михаила Афанасьевича, потому что еще до того, как приехала Анна Коваленко, Катаев по уши влюбился в сестру Булгакова. И Михаил Афанасьевич был категорически против. Он сказал, что у вас ничего нет. Сначала обзаведитесь нормальным жильем, доходом. Станьте путным человеком, тогда поговорим. И Катаев это не мог ему простить всю жизнь. И он написал собственно на эту тему рассказ где Михаил Афанасьевич это Иван Иванович. И подарив ему книгу, он исправил даже надлежащие ошибки именно в этом рассказе, чтобы лишний раз обратить внимание на него. Очень много смешного нелицеприятного по поводу Лёли есть в письмах Катаева, которыми я завладел. И конечно он переживал по этому поводу и впоследствии всякий раз старался продемонстрировать кто из них настоящий американец Михаила Афанасьевича. И своим успехом и всем остальным. И тем не менее он искренне переживал по поводу Булгакова на самом деле. А у Булгакова в одном из произведений присутствует Валентин Петрович Корректор с этими исправленными ошибками. Да, вот тут он у нас по литературной части ошибочки исправляет. Вот они оказались квиты. Но в том же сборнике рассказов досталось Багрицкому. Бестельник Эдуард назывался этот рассказ. Багрицкий не мог этого простить. Но это тоже вот такая двойственная ситуация, потому что если бы не Катаев, не было бы никакого поэта Багрицкого в русско-советской литературе. Но он писал в Одессе, он задыхался, происходила украинизация Одессы, он не хотел и не мог естественно не говорить, не писать по-украински. Все меньше было мест, где он мог писать. Его мучило от болезни легких, тяжелые условия. Отдельная тема, как вы понимаете, это сестры Суок, отдельная огромная тема, жена Олеши, которую увел Нарбут, вообще тема Нарбута, который был ярким поэтом, как называемый Калченоги в алмазном венце, и другая Суок, которая была с Багрицким, та Суок, которая, собственно, с Ашковским потом уже, ну и так далее. Об этом, обо всем тоже я подробно пишу, и те, кто раздобыл книгу, те будут, я думаю, осчастливлены не только общеизвестными вещами, но и большим количеством литературных открытий. В том числе, одно из открытий это то, что Владимир Владимирович Маяковский ухаживал за сестрой Анны Коваленко Тамарой, собственно, вот Тамара и демоны его стихотворения, на самом деле, прототипом была именно эта женщина. Ну и многое другое, много интересных вещей. Короче говоря, вот Валентин Петрович Катаев постепенно становился заметным писателем, но и был, конечно, всем недоволен, потому что много чего не хватало и хотелось, и он чувствовал, что даже то, что есть, это недостаточно. Он сделал себе подарок на 30-летие, когда прогремел своей повестью растратчики, и ею заинтересовались очень сильно в Европе, начались большие переводы, но во многом воспринимали как писателя сатирического, потому что это давало прибыль к утке, но это совсем не было, на самом деле, как мне кажется, его призванием. При том, что он был, конечно, человеком юмора, человеком веселья, но это был все-таки своеобразный, специфический юмор. Мне кажется, что Катаев прежде всего это вот эстетика, стиль, лирика. Была его поездка знаменитая к Горькому, с которым по большому счету, как мне кажется, не особо у них получилось, и всю жизнь были довольно сложные отношения. Они поехали втроем путешествовать в Италию, но Бабель, Леонов и Катаев, Бабель раньше еще откололся, и вот они прибыли. И там же, собственно, произошел такой очевидный разлад между Катаевым и Леоновым, это все тоже очень интересно. Вообще, интересно то, что Катаеву на протяжении всей его жизни доставалось и слева, и справа. Его все безостановочно мочили и долбили. Это удивительная судьба, но, конечно, РАП, как вы знаете, ассоциация пролетарских писателей. Это Леопольд Авербах, это Кершон, многие другие. Те люди, которые, я скорее воспринимаю их отрицательно, те люди, которые, прикрываясь пролетарскими лозунгами, пытались полностью монополизировать литературный процесс и по струночке выстраивать писателей и командовать ими. И доходило просто до полнейшего абсурда, потому что те писатели, которых причисляли к попутчикам, в том числе и Катаева не просто призывали прислушаться голосу РАПа, но им назначали опекунов и кураторов типа от заводов, хотя все, зачастую это были люди, которые никакого отношения к пролетариату не имеют. И был такой безумный и злобный критик Машбиц Веров, который подвергал страшному разносу Катаева, хотя в довольно остроумных, метких и проницательных статьях, разглядев его, так сказать, мелко-буржуазное и гидонистическое нутро, его любовь к краскам словесности, отсутствие подлинной и нужной идейности. Но вот этот РАП, как вы знаете, был в конечном итоге внезапно разгромлен, когда никто этого не ждал и возник Союз Советских Писателей своим съездом в 1934 году. И вот история становления Катаева как писателя тоже интересна. Но все, что происходило, он всегда очурался всякой административной деятельности, бюрократизма, необходимости где-либо выступать. Но всегда был верен своему дару. И в 1936-1937 год, когда Катаев уже встретил свою последнюю на всю жизнь жену Эстер, тоже из очень интересной семьи, с интересной историей, потому что это и Париж, и Лондон, и ее семья приехала сюда из Европы, и она всю жизнь была, конечно, очень таким европеизированным человеком. он пишет, белеет парус одинокий. Прекрасное, акварельное, прозрачное произведение, где кроме экшена и захватывающего сюжета, так или иначе связанного, как вы помните, с революцией, с броносом потемки, в 1905-м годом, присутствуют замечательные краски. Это вот такая захватывающая вещь, которую оценили все. Но это одновременно происходило с реабилитацией классического начала, как писал тот же Евгений Петров. Еще недавно и Пушкина, и Толстого называли феодальными писателями, отжившими, дворянами. Еще недавно всех тех, кто не вписывается в некоторую канву, объявляли попутчиками и подвергали бичеванию. Но это прекратилось. Я бы, конечно, хотел в этом разговоре остановиться отдельно написанным до этого авангардным произведением Катаева «Время вперед». Это связано с магниткой, где он провел огромное время. Связано, конечно, с давлением, которое на него оказывали так называемые раповцы, но даже из, казалось бы, такого в общем, давно скучного материала, как бетон, он сумел создать яркую головокружительную вещь. И тот же Адамович в Париже в своих критических статьях удивлялся, как можно сделать из бетона увлекательное произведение, полное красок, метафор, яркости и так далее. Но вот такой акварельный Катаев это, конечно, белеет парус в рынок. И неверно думать, будто бы Валентин Петрович Катаев как неподражаемый стилист, как прекрасный художник раскрылся исключительно совсем в поздние годы. Есть такое мнение, что его пресловутый мавизм, что происходит от французского мове, то есть плохо. Но это его кокетство писать искрометно хорошо и говорить, что это никак принято, поэтому плохо. Что он возник у совсем старческого Катаева. Нет. Он был всегда. И читая Катаева любого, в том числе с его зарисовками о выборах для газеты «Правда», ты обнаруживаешь, что прежде всего его волновал пейзаж, его волновало то, что происходит вокруг, как тает снег, как птички прыгают по деревьям в этот день, когда он отправляется на этот избирательный участок. И любую даже политическую миниатюру он мог превратить в стихотворение в прозе. В этом была его сила и в этом было его предназначение. И на самом деле та сюжетность, которая у него безусловно присутствовала, и он научился, распоряжаться сюжетом легко и безупречно, эта сюжетность была для него второстепенна, потому что главное для него было передать краски мира. Он в эмпирическом был жаден до этих красок, он их как бы впитывал и выплескал в своих произведениях. Очень интересно, конечно, поговорить о Катайе, который подвергался, конечно, разного рода преследованием, нападком в прессе, о Катаеве в 30-е годы. И все это свести вот к какому вопросу. А почему до сих пор принято считать, что Катаев какой-то циник, или плохой человек, или человек с двойкой или тройкой по поведению, при том, что отлично по литературе, ему готовы поставить практически все. Мне кажется, не обеляя ни в коем случае Валентина Петровича, нужно все-таки это связать с его независимостью. Это был человек, который мог находиться поверх гражданской перепалки и всевозможной стайности. Но кроме всего прочего, у него еще, может быть, как у потомка духовного рода, было что-то вроде антиисповеди. Такой порой броский эпатаж. Он мог рассказать Корнею Ивановичу Чуковскому, как его допытывали во время поездки в Америку по поводу расстрельных поэтов. И рассказывая, что я ответил, что мы никого не расстреливали, он как бы на самом деле, как мне представляется, скорее гаялся об этом. И удивительно, что вот на Багровом фоне самых разных знаменитых литераторов, которые упражнялись в собственной стилистике и демонстрировали свои фирменные приемы, причем это прекрасные писатели, от Андрея Платонова до Юрия Карловича Олеша, включая Шукловского и всех прочих, в 1937 году Катаев смотрится удивительно бледно на этом Багровом фоне. Отличие от них, он не написал ни одной статьи. Единственное, конечно, покопавшись в архивах, я обнаружил два выступления на закрытых собраниях в журналах, но и то, там нет призывов карать и расправляться, там есть другое, там есть страх, и это такой гоголевский сюжет, удивительный, кто почитает книжку, вы почитаете, как он по поводу своего приятеля Камдива Шмидта размышляет слух, это вот ты попадаешь в пространство гоголевского произведения, он как будто говорит, а это действительно такое ощущение, что нужна серебряная пуля или кол, я не могу понять, что-то странное с Митькой творилось, я помню, у него были разные носки, черный и белый и так далее. Вот так, любитель Леонид Петрович, ну, есть пару подписей под письмами. Но ведь проблема состоит в том, я не знаю, это ведь отдельная тема, конечно, я этого тоже касаюсь, проблема состоит в том, что зачастую выстраивается ложная иерархия. Если писатель напрямую не пострадал от советской власти, а я понимаю, что у нас времени мало, я в скобках или на полях замечу, что Катаев это тот человек, который лично дерзил Сталину на Старой площади, они выступали дуэтом, спорили и впоследствии так было непонятно чего ждать и Боброва, и Фадеев говорил, ты понимаешь, что с тобой будет. Тем не менее, выстраивается такая иерархия, что если человек не пострадал, то он как бы неправильный какой-то, не тот. и прекрасный поэт Борис Чичибайбин в некой диссидентской запальчивости писал «Я грех свечу тоской, мне жалко негодяев, как Алексей Толстой и Валентин Катая». Но на самом деле возвращение Алексея Николаевича Толстого в страну было связано с его поисками и взглядами, в том числе с Сминовеховской трагической линией, которая привела множество людей на родину и, к сожалению, это закончилось для многих из них очень печально. Но, тем не менее, это было связано со взглядами, поисками, как сказал один друг эмигрант Толстой, как медведь в свою берлогу хотел вернуться в родную страну. А почему Куприн возвращается в страну никогда не в 37-м году? И Катаев идет с уже старым Купринным под ручку и потом все время вспоминает эту прогулку и уже выступая перед Брежневым на съезде советских писателей говорит, что Сан-Аландж Куприн всегда был настоящим русским патриотом и это самое главное, что было в нем. И Валентин Петрович Катаев интересен на самом деле как заступник. Понимаете? Потому что письма подписывали и другие и когда создается вот такая ложная иерархия, что вот здесь есть светомученики, люди действительно либо с трагической либо очень непростой судьбой, либо будто бы приспособленцы это просто неправда. Хватало писателей разных. Безусловно хватало и серых приспособленцев и карьеристов, тех, кто был готов затоптать слоновими ногами, но когда мы говорим о выдающемся художнике, то здесь вот очень интересно отметить, что и в плане морального поведения все по-разному. Во-первых, история с Мундельштамом и отношения Катаева и Мундельштама это отдельная тема, в том числе, к счастью, мне досталось уникальное письмо, направленное Надеждой Яковлевной и Иосифом Иомичем. И Катаев боготворил Мундельштама. И когда Ставский, это секретарь союзописателей, отправляет знаменитую записку Ежову, после которой Мундельштам был повторно арестован и получил свои пять лет и в результате погиб в лагере, там речь идет в первую очередь о Катаеве, который оказывает безобразную поддержку Мундельштаму, принимает у себя в квартире, помогает материально. Катаев давал ему просто деньги. Катаев хлопотал перед Фадеевым за то, чтобы он Мундельштам мог печататься. И то, что происходило с самим Мундельштамом в тот момент, это тоже очень трагическая и интересная история, которую писал тот же Каспаров, потому что происходившее не сводится к советскому или антисоветскому, к листовкам и лозунгам. Потому что после Воронежа началась странная трагическая эволюция, попытка примириться со временем, встроиться в это время, которое закончилось, как мы знаем, под этими репрессиями. Ну вот, и Катаев никогда не забывал он с ним переписывался, когда тот был в ссылке, и когда тот в ссылке вернулся, он все время пытался помочь. Но Фадеев пошел в ЦК, и, к сожалению, там понимание эти просьбы не вызвали. И Катаев пишет обращение по поводу своего друга, переводчика, Стенича, вместе с Зощенко, просит его освободить, пересмотреть его дело. Катаев подписывает письмо в защиту Заболоцкого. И одновременно это время, конечно, выбитых показаний на Катаева, которые дают и журналист Кольцов, и писатель Бабель. И при этом Бабель близкий человек к Лиценю Петровичу Катаеву, которого арестовали буквально, когда он вернулся от Катаева переделкина. И впоследствии, когда возникает реабилитация Бабеля, он уже чуть ли не в 54-м году, это одна из самых первых реабилитаций, вдова даже не переживает, не звонит Катаеву, она знает, что когда придет следователь, Владимир Кирович сразу же даст все нужные и правильные характеристики. Поэтому, но есть несколько историй, в которых многие участвовали. Это история Зощенко, некоторые высказывания по его поводу, когда Катаев потом, встав на колени, просит прощения и приезжает, рискуя всем, в открытом авто с барышнями, с воздушными шарами, они закатывают пир, и продолжается эта их дружба, это их общение. Есть история с Пастернаком вокруг доктора Живага, когда Катаев, действительно любивший поэзию Пастернака, не принимает его прозу, вслед за набоком полагает, что это доктор Мертвага. Такое мнение было у многих литераторов, и Анна Андреевна Ахматова это не любила, но одновременно с этим вот он считает, что передача рукописи за границу это неправильно. И вообще тема с одной стороны безобразной травли по стране, которая была устроена, а с другой стороны политической игры вокруг этого романа, поскольку сейчас не хочу звучать здесь как конспиролог или мракобес, но открытые документы связанные с тем, как этот роман выдвигался на английскую премию с участием американской секретной службы, действительно было так, конечно, это все отдельная история. Отдельная история, кстати говоря, тогдашней либеральной интеллигенции и Шкловского, который из Ялты отправляет телеграмму против Пастернака людей, которые испугались, что начавшимся потеплению помешает вот этот такой вызывающий фронтёрский скандал. Все это достойно внимательного изучения и понимания. И позднейший Катаев, который поссорился со всеми и оставаясь просто самим собой. Катаев журналы «Юность», куда он собрал молодёжь 20-летних, 19-летних людей, где он дал простор и воздух тем, кто впоследствии стал называться шестидесятниками. Как он хитро придумал этот проект сначала как детское нечто под названием «Школьник», как он стремительно раздвигал границы, расширял возможное. И там и Аксёнов, собственно говоря, коллеги само название этого произведения придумал сам Валентин Петрович Катаев, предложив такое дореволюционно деликатное. И, конечно, и Гладилин, и Втушенко, и Вознесенский. Целое поколение поэтов-прозаиков выстрелило там. И при этом Катаев своим мастерством, своей прозой старался демонстрировать, что все равно может всех это перещеголять. Его определенный надлом, связанный с издательствами, издательской деятельностью, с редакторством случился, когда он замахнулся на литературную газету. Катаеву всю жизнь, ну, на протяжении десятилетий, вернее, так скажем, покровительствовал суслов. И не получилось, потому что все-таки вверхах воспринималась юность как франдерская, и в последний момент, несмотря на все решения, уже, даже, всех обиделся. Он перестал ходить на работу в юности и уехал в затвор перед Делкино и проклял до этого проклял Хрущева, с которым были до этого неплохие отношения, и стал писать свою мавистскую прозу. Ему казалось, что ее не возьмут нигде, и действительно ее не хотели брать, возник святой колодец, и потом все остальное, и кубик, и трава забвения, и алмазный венец, и вертор, необыкновенная, потрясающая проза, которая, конечно же, встретила бурю восторга и бурю негодования. Причем, вот это интересно, что не принимали ее и слева, и справа, потому что это была очень раскованная, очень свободная, очень живая литература. И когда появился, например, алмазный венец, когда он написал «Алмазный мой венец», то, собственно говоря, ну, негодовали практически все. И дошло до того, что даже прекрасного актера Ильинского натравили на Катава, и он ломился к нему в дверь, а вот конец помочился под дверью в переделке. Хватало всякого, и бить морду собирались, и до сих пор, вот это есть передающиеся во времени, что он поступил на Микошонске, по-небратски, что кайло клеймо проступает на лбу Катаева, ведь как же, они же пострадали, а он до сих пор вот жив, и смеет о них судить как о равных. Действительно, это были его приятели и собутыльники. И сейчас, вот свежими глазами читая эту вещь, любой нет предвзятый читатель может быть только благодарен Максим Петрович за то, что он искрометно закрутил эту карусель. Это так, но вот осуждали, фарисействовали, и еще хлеще, конечно, напали на Катаева после Вертора. Это Одесская ЧК, это рассказ не о 30-х, это 20-е годы, это расстрелы, это то, что не хотели пропускать. И удивительным образом вся по тем понятиям прогрессистская редакция журнала Новый мир единодушно отказалась печатать эту повесть. И тогда настоял Суслов. Но Суслов настоял и продавил, просто вот любя творчество Валентина Петровича. Например, Юрий Владимирович Андропов, будучи главой КГБ СССР, выпустил специальный циркуляр. Запрещалось всяческое обсуждение этого произведения где бы то ни было. Это вот такие были реалии. В общем, Катаеву, конечно, доставалось и от консерваторов, и от прогрессистов, и единодушно и многие диссиденты, и мигранты осудили его и осуждали, и одновременно люди во власти. И вот это главная причина того некого недоброжелательства, которое сохраняется до сих пор. Баснословный дар и полная независимость суждений. В большом счете, ему было наплевать, что о нем пишет и как о нем толкует критика, и что о нем вообще говорят. Самое главное, что он ценил, это свобода творчества. Но одновременно с этим Катаев очень важно понимать, это человек, если говорить о гражданской ставящей, верной своему отечеству, имевший множество возможностей последствий уехать и печататься за границей, но всегда, будучи человеком европейской культуры, верной своей любимой земле. Это тоже он, Валентин Катаев, и об этом он до конца, в самых своих последних вещах, и будучи человеком, у которого вера, как я сказал, треснула на Первой мировой войне, он тем не менее пишет предсмертную вещь, сухой лиман, о встрече со своим двоюродным братом, о том, что их пропитал дым кадильный, о отце, который, как Христос, омывал солдатам ноги, даже подстригал ногти, и это очень глубокая, сильная вещь, в которой многие, кстати, эмигрантские критики почувствовали, настоящий христианский дух. Изначально она называлась «Ветка Палестины», но, к сожалению, редакция не дозволила так назвать. Катаев огромная жизнь, вот что я могу сказать, это целый 20-й век, и это большая русская литература, это невероятная судьба, и, вглядываясь в судьбу этого одиночки, который, участвуя во всем, умудрялся при этом оставаться где-то посторонним, я старался разглядеть судьбы всех тех людей, которые составляли сложный, яркий и трагический 20-й век. И вот об этих людях, обо всем об этом, от Ивана Бунина до дела Галича, которое рассматривалось секретариатом московской организации, когда Катаев выступил в его защиту, и при этом он же с легкостью выступил за исключение из рядов своей соседки Лидии Чуковской, вот обо всем об этом, о сложном, противоречивом, интересном человеке, который прожив 90-е лет, всегда сохранял поразительную детскость, о Катаеве, который за несколько дней до того, как у него хватило удар, читал с удовольствием Валентина Распутина его повести, о Катаеве, который практически выкарабкался из тяжелейшего состояния, но умер 12 апреля 1986 года просто от остановки сердца, вот замечательного писателя, я написал книгу и постарался что-то сейчас рассказать, конечно, всего не расскажешь, но я бы хотел как-то вас заинтересовать этим человеком, я бы хотел большого возвращения Катаева, потому что как писатель это человек бесспорный, как личность, как человек, как гражданин, он такой же небесспорный, сколь небесспорен весь 20 век, как и вся наша история состоит из небесспорных событий, но как писатель это мой любимый автор прозы в советском 20 веке, спасибо, друзья. Спасибо большое, Сергей, за лекцию, если есть вопросы, поднимайте руку, я буду подать микрофон. Вот вопрос это самый хороший. Ну, конечно, я, наверное, вышел, да, за рамки всякого регламента. Я думаю, вот символично, что наша встреча состоялась между двумя праздниками, между 4 ноября и 7. Ваши взгляды достаточно известны, да, и их определенные эволюции тоже известны, я, так сказать, слежу за вашими выступлениями, вот слушая ваши выступления сейчас по этой книге, да, я действительно благодарю огромный труд вы действительно проделали именно написав серию ЖЗЛ, и все-таки хотелось бы узнать, вот в какой степени для вас Катаев оказал на вас влияние как писатель на ваши политические взгляды, или наоборот ваши взгляды повлияли на, в общем-то... На взгляды Катаев. Нет, 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 на ваши взгляды преломились сквозь текст о Валентине Петровиче Катаеве. Ну, вы знаете, скорее можно говорить об эстетических представлениях, в том числе там, где Катаев, что называется, художественно действует на грани фола, где он демонстрирует свободу раскованности, потому что все может быть поэтизировано, все можно описать, все может быть красиво. Да, безусловно, он мне близок. И яркость Катаева мне близка. Что касается его воззрений, Катаев как верный сын своего отечества, как человек, который понимал, что несмотря на все страшные трагедии русская история продолжается, и Россия остается Россией, вот этот Катаев, который не случайно, я думаю, оказался в газете накануне, данные близок. И мне кажется, эти взгляды у него сохранялись, и это ему многие не могли простить, и в какой-то момент ему решили какие-то не подавать руки во время празднования 7 ноября в советском посольстве в Париже, потому что он до этого выступил, как они считали, через чурлы и риски. Он просто сказал, спасибо Брежневу, что слово интеллигенция наконец-то вписано в Конституцию. Хорошее русское слово. Он говорил, я думаю, это вполне искренне, ему было по большому счету на все наплевать, можно вспомнить историю с побегами всех его учеников, например, историю с отъездом Гладилина. Катаев до последнего хлопотал и делал все, чтобы дать все Гладилину, чем вспоминать. И открытые по телефону говорили, они сволочи, они суки и так далее. Поэтому я думаю, что Катаев по большому счету всегда оставался независимым человеком, хотя, конечно, здесь нужно делать тоже поправку на время, на страх, который в нем был, на то, что человек вышел из камеры смертников. Мои взгляды, говоря, коротко, как мне представляются, вполне последовательные. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Если нет, можно я задам вопрос. Я бы хотела задать и до лекции, но после лекции точно задам, потому что и во время лекции, как мне кажется, вы переходили к Сергею Шургунову, автор нон-фикшн, автор книги о Катаеве, к Сергею Шургунову, писателю, автору художественной литературы, потому что не могли пропустить возможность метафорически говорить, сказать слово безумно и дальше не сказать беззубно, потому что, конечно, это очень украшает лекцию. Вопрос такой. Насколько процесс написания художественной литературы именно для вас отличается от процесса написания документальной литературы? Это разные вещи или это одинаковый интеллектуальный труд по построению текста? Очень хороший вопрос. Дело в том, что это гораздо более трудозатратная история, потому что когда ты пишешь биографию, ты должен отвечать за каждое слово и за каждый приведенный факт. Тем более, что речь идет о вещах очень сложных, в том числе, например, о большой литературной полемике, которая была в 60-70-е годы, о противостоянии, например, нового мира и молодой гвардии. Нужно поднять такое количество документов, дать всегда точные ссылки, а с другой стороны, не допустить, чтобы читатель заснул от книги. То есть, все-таки важно, чтобы это было некоторое увлекательное путешествие по 20-му веку. Это требует, конечно, большой работы, связанной с архивами, с документами, с тем, как правильно подать те или иные факты. Вот даже я сейчас вам рассказывал, я думал, ага, ведь в один год происходило столько разных событий. как правильно это выстроить, разбить на главы. А, например, интереснейшая история, которую я не рассказал, как они все поссорились. Я имею в виду, когда Евтушенко, Аксенов, Катаев, Вознесенский решили вместе делать свой журнал под названием «Лестница», другой вариант, «Мастерская». И потом они посчитали, что Евтушенко за их спиной пошел в ЦК, написал письмо, соответственно, прежнему. И вот произошел этот разлад между как раз вот этими самыми шестидесятниками и интереснейшее стихотворение по поводу, значит, пахана, пахабного, написал Евтушенко про Валентина Петровича. Мне удалось пообщаться со многими, причем с людьми слева и справа. И, к счастью, я поговорил с Евгением Александровичем, Евтушенко мне рассказал много. А, с другой стороны, недавно умерший критик Феликс Феодович Кузнецов мне поведал много интересного, я к нему приехал. И большая была с ним беседа. Тоже интересная судьба, интереснейший человек, который начинал как абсолютный франдер после 20-го съезда, когда Филфак, потом Журфак, МГУ поднял бунт, и они захлопывали приезжавших к ним партийных начальников, и потом получил волчий билет. Но через кратчайшее время вот на волне оттепеля его приглашает Игорь Иванович Винограндов, и он, не написав ни одной критической статьи, становится редактором отдела критики в Литгазете, и одним из таких голосов поколения. Естественно, Катаев, желая возглавить Литбе Зветов, хочет опираться на Кузнецова. А потом Кузнецов начинает дрейфовать в сторону деревенщиков, а потом он входит в конфликт диссидентской средой, это связано в том числе, я касаюсь темы журнал «Метрополь», и доживает свой век как бы заклейменный, такой вот, значит, одиозный держиморда. Это на самом деле очень непростой судьбы. Все это требует документального подтверждения всегда. Хотя, понятно, что любые факты все равно можно интерпретировать так или иначе, но я хочу вам сказать честно, что я постарался минимально их интерпретировать. Я, может быть, как-то подвожу читателя к каким-то выводам, но мне хотелось как можно больше интересных фактов сложить, чтобы получилась такая вот мозаика. И это другая работа, нежели проза, потому что требует гораздо больше времени, поскольку каждое слово, каждую фразу нужно перепроверять, поскольку каждая фраза так или иначе содержит информацию. одно дело, как описываешь людей, характеры, пейзаж, отношения, ты движешься, ты можешь просто здесь написать на самом деле набило. Совершенно другое дело работа с этим фактически материалом. Спасибо. Можно еще мне вопрос задать? Да, конечно. А вот когда слушал ваш рассказ о взаимоотношениях писателей того времени, невольно проводишь прорелие сегодняшнего времени. И вот сейчас тоже все писатели по сути дела разделились. На разные лагеря они есть. И история по сути дела повторяется. Наверное, все-таки это такая судьба России и судьба писательского сообщества. Как оценивать этот процесс, который по сути дела повторяется? Вы знаете, когда я и мои друзья в начале нулевых приходили в литературу, нам меньше всего хотелось повторять то, что нам казалось такими ошибками, даже где-то трогательными, повторю это слово, безумствами другого поколения. Нам казалось, что был такой раздор, такая перепалка, которая осталась в том прошлом вместе с погибшей страной. и казалось, что люди пожилые многие, которые делятся на обочинках западников, они это делают по инерции во многом и воспроизводят уже какие-то неактуальные модели поведения. И в этом смысле мне было драгоценно то, что те люди, которые тоже пришли в литературу в начале нулевых, и Роман Стенчин, и Захар Прилепин, и Герман Садулаев, и Денис Гуцко, например, Михаил Елизаров. Это люди свободомыслящие, которые не испытывают аллергии к прошлому своей страны, они воспринимают при всем трагизме свою страну как свою страну. То есть патриотизм и вольнодумство не находятся в противоречии. Мне казалось, что вот нечто такое в хорошем смысле синтетическое, синтезированное может и дальше существовать, и это нормально для русского писателя, как было нормально для Пушкина и Грибоведова. И, конечно, есть некоторые актуальные события, которые начинают где-то, может быть, дробить даже уже и наше поколение. Но все-таки я верю прежде всего в торжество таланта. И в этом смысле мне всегда интересно читать и Захара Прилепина, и Дмитрия Выкова. Понимаете? Вне зависимости от того, какие позиции кто-то занимает. Спасибо, господин, мы не заканчиваем. У нас есть возможность у тех, кто купил книгу, подписать. Я надеюсь, Сергей не откажет. Да, с большим удовольствием. Юля, спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok